Светлогорские следователи проводят проверку по факту смерти на рабочем месте одного из сотрудников коммунального предприятия. 40-летний рабочий в составе ремонтной бригады прибыл на место прорыва водопровода. Он спустился в колодец, где ему стало плохо. Рабочие достали коллегу на поверхность, вызвали скорую. Однако мужчина скончался еще до приезда медиков. Для выяснения причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Попались на продажи ложного антиквариата. В Гомеле трое россиян. Сувенирные ложки и монеты выдавали за раритеты из серебра. Граждане России приехали в Гомеле еще в конце августа. Искали людей, интересующихся антиквариатом. Рассказывали, что якобы раритетные ложки и монеты достались им по наследству. До того, как мужчин задержали оперативники, за лжи антиквариат россияне выручили около 200 белорусских рублей. Милиция просит пострадавших от недобросовестных продавцов обращаться по номерам телефонов, указанных на экране, или звонить 102. Уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. Финансовая милиция объявила в розыск Сергея Сакиркина. Гомельчанин 1977 года рождения предположительно может скрываться в поселке Чонки. Граждан, владеющих какой-либо информацией о местонахождении подозреваемого, управление Департамента финансовых расследований просит обращаться по телефонам, указанным на экране, или в ближайшее отделение внутренних дел. Пулеметы Дегтярева, винтовки Мосина, ППШ, станковое и авиационные пулеметы, пулемет Максим, противотанковое оружие. Все это нашли рабочие при благоустройстве территории Брагинской спортшколы. Всего было обнаружено 255 стволов времен Великой Отечественной. Опасности находка не представляла, по одной из версий, найдено изъяли у населения еще в конце войны. Ранее на этой территории располагался военкомат. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания.